привет друзья с вами первый образовательный алкогольный канал ну меня я думаю вы и так знаете это николай фритак знаменитый адвокат спонсор этого показа и предыдущих таких же счастливый обладатель одноименного адвокатского бюро или как это агентство бюро бюро адвокатского бюро фритак и сыновья сыновья в очередной раз не пришли потому что у нас все-таки крепкие напитки и конечно вы узнали этого замечательного человека это руслан брагин виднейший известнейший алкогольный эксперт вот который сегодня принес пару сколько-то 2 3 принес 2 принес 3 но он на столе 2 уже принес два редчайших рома а еще пока мы тут собственно выставляли экспозицию он умудрился стать дедушкой поэтому собственно у нас сегодня в первую очередь мы поздравляем руслана который стал дедушкой и собственно первый тос будет за него когда мы разольем вот и у нас сегодня будет очень интересная история потому что те два рома которые руслан принес он про них знает и даже может рассказать а те ромы которые купил николай про них руслан ну якобы не знаю самое главное что я них тоже ничего не знаю да а уж я тем более них ничего не знаю поэтому этих темных лошадок мы будем дегустировать ну наверное в первый раз и будем делиться своими впечатлениями единственно сможем озвучить это их цену и то что написано на контр этикетках читать мы умеем а николай еще купил вот увеличительная стеклышка так что слово предоставляется руслану брагину давай начинай со своих шедевров нет мы ими закончим мы ими закончим да все слово тебе не предоставлять тогда опять же сейчас пойдет реклама спонсора соответственно слово нашему замечательному прославленному адвокату а николай константин скажите пожалуйста по какому принципу вы выбирали те четыре бутылки которые у нас стоят на столе но я выбрал эти бутылки по очень простому принципу чтобы было не очень стыдно перед русланом брагин а потому что он про те что-то особенное что такое эксклюзивное мы с ним созвонились предварительно и договорились у нас будет дегустация выдержанных ромов поэтому их вот принес максимально выдержанное исходя из доступности на московских полках соответствует оказалось закапа иксу вот это вот она стала это оказалось альдорадо 21 лент спешл резерв версия ты я думаю сразу называть цены чтобы вот поразить ушла на там цена закапа 18 тысяч рублей альдорадо 21 на 16 тысяч рублей матусалема 23 года выдержка написали какая цена но но приблизительно не помню забыли почему пропустили но в чехе пропустили но друзья где-то ну не буду врать но этому где-то вот в районе наших других ход бутылочка вот это 8 350 да это вот совершенно для меня новая бутылка такой даже раньше не видел реликарио купил в магазине на садовом кольце стоит 8 тысяч триста пятьдесят рублей но друзья на фоне стоимости бутылочки от руслана брагина это знаете почти бесплатно я бы сказал да сколько стоит бутылочка руслана но самороли стоит 210 тысяч без скидок до черной пятницы альбергенри хрис стоит 14 500 ну то есть в принципе вот все ромы в одну цену мы решили приняли решение продегустировать редкий кстати игорь я напомню мы же недавно делали дегустацию ромов другие ромы друзья абсолютно поэтому совершенно другая дегустация и здесь просто я думаю мы просто ну совершенно другие оттенки поймаю слушай ну а давай наверное как-то озвучим общую тему да мы собрали ромы которые наверное можно еще найти магазинах насколько я понимаю но если не чайка что-то их раритетов за двести десять тысяч рублей сколько осталось вообще в мире в россии осталось две бутылки две бутылки и взяли завозить нет четыре вручки четыре бутылки нет это один розлив там всего 190 бутылок поэтому это вот последние там несколько бутылок которые и попробуй угадать все они остались компании форт вайзе получается инвестиции распроданы ну дорогая на буду мы с вами знаем что дорогой алкоголь это всегда инвестиция и не только в себя и в свои ощущения и ну если например люди у людей коллекция дорогого алкоголя то всегда можно как-то его продать то есть люди общаются например если человек 2 парных бутылки там каких безумно редких безумно дорогих то есть а виски кстати и ромы в цене они растут быстрее чем золото бриллианты и там биткойны и прочие все вещи то есть ты считаешь что эти вещи люди все-таки покупают первую очередь себе правильно понимаю но мы тут выходим на такую тему дорогие напитки в красивых подарочных коробках по традиции покупается в подарок и тут все опросы исследования показывают что люди которые являются покупателям не являются их потребителями то есть посылают например водителя сотрудника там помощника секретаря магазин типа этого иван иванович день рождения купи ему что-нибудь вот такое чтобы он вот охренел и в меру своих знаний вот эта секретарша или водитель соответственно в своем контексте он покупает вот это вот кстати очень серьезная ошибка то есть поэтому дорогие напитки они носят ярко выраженную подарочность и вот из тех ромов которые мы сейчас пьем я считаю что все они даже вот там за 8 тысяч рублей это все равно уже зашкаливает за среднюю цену доступную такому среднему обывателю и они все являются подарочными то есть это подарки и соответственно и производители стараются делая нарядную упаковку и очень такой какой-то изысканный вкус глубокий и люди радуются таким подарком очень сильно прекрасно значит мне как деду морозу тема подарков особенно важна и близка и я очень рад что сегодняшний выпуск смогут посмотреть все перечисленные вот эти секретари водители помощники начальника охраны да потому что с помощью вот этого выпуска и с помощью наших прекрасных экспертов они будут точно знать что купить дорогому начальнику чтобы тот не просто удивился красивой коробки но еще удивился правильно выбранному содержимому поэтому для этих людей да это вполне возможно будет ступенька в карьерной лестнице вот и мы не зря сняли это заранее да не зря выложили это задолго до нового года потому что как раз будет время накопить денег вот собраться как-то мысленно я вот хотел сказать извиняюсь очень важную вещь дело в том что ромы вот такие вот как мы сегодня будем пить это раритетные вещи вообще ро выдержанные ромы очень маленькая категория в российской федерации то есть это редкие эстеты доходят до вот выдержанных ромов в основном люди переходят ну как бы в репертуар так назовем это по маркетинговому до включают дорогие ромы либо когда им что-то подарили вот в том самом случае который мы обсуждали либо когда они начинают интересоваться то есть постепенно люди приходят к выдержанным рома но если взять вот процентное население кто пробовал такого это какой-то один может быть два процента то есть мы пьем сегодня напитки которые пьют ну и избранные скажем так потребители которые разбираются в ромах слома может посидеть выдержанную ром это выдержка больше года больше трех там есть три вида ромов там белый золотой и выдержанный то есть вот все что уже выдержаны это ну там больше там двух-трех лет в ромах насколько мне известно я не специалист по ромам как в виске вот и как и водки такой серьезный специалист но я знаю только то что классификация ромов вот по выдержке вот этой xo я не видел ромов в есупи вот может они есть вот но xo вот у нас на столе будет несколько xo и мы их попробуем вот и оценим то есть у ромов очень кривая классификация вот как его почти у водок да то есть ну тут нет классификации вот и каждая кулика свое болото хвалит хорошо но просто николай адвокат поэтому его сроки всегда интересуют особенно я предлагаю уже с чего-нибудь начать чтобы мы не говорили на сухую уже поздравили тебя с рождением вдруг например чего начинаем пока мы открываем все таки я отмечу только не юрист может сопоставить срок выдержки благородного напитка со сроком заключения и среди нас это конечно и горчерский но напиток же заключен в бутылку знаешь я думаю у какого-то рома будет последнее слово так открываем первую закапку наверное да друзья если кого-то интересует порядок в котором выставлены бутылки то выставляли к наши операторы исходя из соображений красоты и эстетики то есть это никак не связано с выдержкой с ценой просто вот чтобы красиво да и я конечно же конечно же обращаю ваше внимание на вот эти вот новые бокалы потому что николай он конечно слушал и читал все ваши эти комментарии вот где вы проклинали его за то что он использовал какие-то странные рюмки вот слушал слушал читал 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 потом взял и купил вот эти вот шедевры ты можешь объяснить что что вот это такое да я могу это объяснить дело в том что я никогда не придавал значение емкость из которой пью хороший напиток поскольку вот на мой на мой вкус ни одна посуда еще не портила хороший напиток он просто не то о чем я предупреждаю давай открою от и буша с о чем я предупреждал что хорош только подготовленный нормально я уберу я справился у меня уже рефлекторная привычка но друзья вы оказались такими эстетами что просто действительно каждый ролик которых я пробовал то ли коньяк то ли виски из небольших рюмочек вы просто чуть было меня не знаю ну на голгофу не взводили и не распинали там так вы потом не перепутаете куда я подставил слева направо мы все-таки не в арабской стороне поэтому я вам поставил 1 2 но оттуда и вам и вам также если мы оттуда движемся разрушил конструкцию операторов но сейчас вы опять поэтому друзья это вот тюльпаны специально для дегустации это очень дорогие кстати ты уже вот тогда поставь так ночью тоже нас началось некое хаотичное движение бутылок и стаканов я предлагаю тогда как-то все начать перестать согласно вот тому как мода будем дегустировать игорь поставь этот конец это в коне это предконец и вот так вот это будет выглядеть тогда вот так совершенно верно так я думаю будет правильно так нормально меня бутылка не загорали дальше у нас идет начнет матусалем совершенно верно как могу сказать что когда мы заговорили по телефону и обсуждали эти съемки то он мне как раз посоветовал купить матусалем и мне было тем более приятно это услышали учитывая что у меня уже был куплен и сэкономили деньги заработали на вербули сэкономили уже деньги на во вторых во вторых получается я правильно угадал но и по моем списке он тоже был среди моего шорт листа прекрасно да ты купил отличные бокалы потому что тут не сэкономишь тут мало не нальешь друзья если вы будете после этого тоже нас а мне ты при тебя не наливаешь уже второй раз тебя же какие-то глинкерны незаметные маленькие мы с тобой ставим так как стоят бутылки мы с тобой но руслан свой взгляд православный праворухий 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 мечет вспомнилась эта шутка семейное положение левша у нас же ром веселый данных побольше шуток надо да слушай но это не очень симпатичная крышка видите у нас кстати легко открывается пиратская вечерин упаковка упаковка она конечно это решили каким-то эксклюзивом от руслана от форт война николай тебя поздравляем начали снимать пиратское видео это можно было ром же пьем можно обыграть пиратская вечеринка операции копят пиратской кубе ну как бы не допить я не могу да особенно который сейчас ты будешь наливать который 210 стоит его хотя бы поменьше наезжал форт вайне не простит дело не порт возьму николай да руслан вернется спасибо за понимание устойте только не допить это совестно да давай руслану поручил вот он сейчас найдется царь на совести сейчас вы будете внимательно смотреть сколько моя совесть стоит мне позволяет уж ухты вот так наливать до лей лей нежели смотри-ка купился пожалуйста поставь очень профессионально кстати дегустируем я должен зрителям сказать вот девушка красивой или некрасивой зависимости от кого от того какая с ней пришла подруга часто бывает такое вот и мы разделили все сорта во первых они подышат насытятся кислородом во вторых у нас все они налиты мы у нас есть возможность сравнить первый сорт с шестым и вот это вот дорогого стоит потому что очень много даже профессиональных дегустаций у наших коллег на других каналах вот они выпивают что-то там рассказывают оценивают ставят какие-то оценки а потом получается уже после шестого образца вы понимаете что ну да то есть поэтому вот у нас очень я считаю все супер организовано и пока вы вот я просто балдею до таких бокалов то есть я даже прочитаю про них я сфотографирую коробка я прочитаю про них то есть они сделаны с такой хитрый выемкой внизу как выйдет на о вот у коньяков да то есть он что-то значит то есть это очень непростой бокал и выглядит очень профессионально и как я понял стоит тоже как самолет можно описать что-то означает нам покажу ну да конечно конечно только встану тогда друзья я думаю за весь свой интерес рост молодец это будет очень интересно зрителями так это вот коробочка от этих бокалов хоть и производитель этих прекрасных фужеров для дегустации компания peugeot а бокалы не ушли остатки уже раз подают и вот к этим фужером идут вот такие подставки и такие еще подставки смотрите в хороших домах в хороших домах всегда чтобы лаковый стол не попортить и не залить так сказать элитным алкоголем подкладывает кожаные вот так вот здесь вот кожаный прямо из настоящей кожи такие подставочки хозяйки на заметку вам уважаемые зрители дальше на бокал ставится в эту систему охлаждения она выкладывается в холодильник там она остужается и сверху ставишь бокал и он охлаждается он доводит его до необходимого температурного режима а дальше собственно говоря удобно так пальцем держать и это как дополнительная да ну а уважаем какая тяжелая штука уважаемым зрителям я скажу что запомнить когда чего-то охлаждают таких напитках от вас что-то прячут вот поэтому хорошие напитки пьются при комнатной температуре но вот эта штука конечно есть я не знаю из какого металла она сделана ну то есть по весу и тут какая-то резиновая сигнал что пора заканчивать парабайн по твоей теории тогда егермейстер чудовищная дрянь тоже убьют не охладил температур биттеры биттеры вот типа егермейстера их охлаждают по другой причине потому что они не могут изменить рецептуру она там очень много сахара он сладкий и его много не выпьешь и чтобы потребитель потреблял как надо всегда напитки охлаждают то есть когда напиток холодный ну даже по водке вот можно судить да всегда выпивать больше ну прям выглядит вот это прям очень аристократичная бы сказал прям да 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 давид маркович мы таки выпьем до начинаем с первого образца или с какого вы хотите за капу поехали за кого за павел за деда за яна за моего первого внука ура так же аромат родители уже и сильно определились да не спросив дедушка ухты слушай прямо это сигарами пахнет хорошими кстати обратить внимание цвет у всех ромов там 21 год 23 там 33 он более менее сопоставим но это без сахарного колера не уверен так ну давай ты же у нас эксперт что ты чувствуешь первом нося ну нет это очень премиальный ром безусловно и не потому что он стоит 18 тысяч а потому что и компания серьезная с репутацией так далее ну как я люблю говорить надо сравнить всех посмотреть вот всегда и аромат приятный а из-за ваш бокалов так так вдвойне тут какая-то чернослив я чувствую и курагу чего же вкусная штука вот потрясающе вкусная фруктовая штука дам слушай вот мы с тобой много чего перепробовали но я честно вот не очень много помню случаев чтобы мы с тобой прямо сразу восхитились вот до такой степени тенки суши но мы с тобой еще пробовали бойло центурия это в принципе ром на уровне закапа иксом к сожалению просто ему уже место не нашлось на столе поэтому не будем сравнивать но мне думается что он тоже производил хорошие впечатления сразу хорошие но друзья я не знаю конечно что скажет уважаемый руслан браген но мы с николаем наверно подтвердим что если вы своему начальнику купите вот эту вот бутылочку то я думаю что он будет довольно ну что я скажу у него он приятный вот знаете это как вот бывает девушка красивая но глупая то есть но чаще все так и бывает вот чаще всего я потом оспорит но ты работал в журнале максим я много и красивых и умных встречал я не работал поэтому у тебя сериати все все девушки на год и максимум и сделайте глоточек и вот посмотрите на длительность послевкусия она достаточно сухой так быстро достаточно проходит то есть он питки это не значит это плохо но его можно много выпить вот сделайте глоточек и вот посмотрите как но после вот этого глотка быстро все заканчивается черт зачем ты сказал сюда мы прав ушло моментально вот но только мы обрадовались повторю слушайте это серьезная компания они делают фокус-группы они на разных разных странах наверняка таскать работают с потребителями они молодцы большие вот что я могу сказать но этот вот короткое послевкусие это преимущество то есть вот его хочется еще раз налить и еще выпить то есть здесь вот когда мало мало послевкусие это иногда бывает преимущество то есть все равно но типа за второй бегать слушайте а знаете что я еще уловил во вкусе это будет странно звучать но мне кажется что во вкусе ром с колой там он питки такой вот то есть я не скажу что вот у чего можно очень много выпить это немножко гелокричные нотки вот солодка так этом у меня вот уже ничего не ощущать мне надо еще раз можно можно немного выпить бутылочку стоимость 18000 зависит от того кем ты работаешь если адвокат конечно можешь ящик выпить чуть нет он приятный бутылка на самая наверно нарядная пожалуй я обещал читать дай-ка мне бутылку почитать у нас есть лупа теперь да и человек что нам будет читать так ром невыдержанный закапа центарио как-то невыдержан невыдержан написано то есть он таким закапа центарио и вот этим выгнали прям иксо солера гран резерв и специаль сушный минимальный срок выдержки рома 10 лет и 6 лет как может ром невыдержанный с минимальным сроком выдержки 6 лет вот смотри кто импортер написан крепость 40 про этих контр этикет логистик трейд логистик трейд значит накосячили состав вода подготовленная рома выдержан дистиллят и краситель сахарный кулер разумеется на этом составе здесь одинаково но я не думаю что это какие-то аферисты что они везли его под видом невыдержанного чтобы меньше почему не выдержать у него там таможенный код и он должен быть выдержан и игорь не умеет читать церковь не там прям написано не выйдя не выйдет что они выдержаны но дача пятка какая то есть так не бывает ну так не может быть просто по нашим аквэдом вот это на невыдержанный ром то есть иксо невыдержанный ром но по классификатор не может быть давайте отложим этот разговор его запаркуем мы не отложим давайте второй тоже написано невыдержанный значит не верь глазам своим и ну значит будем изучать законодательство российской федерации потому что я по-другому сделаю дорогие друзья так как у нас комментариях всегда огромное количество экспертов по любым видам напиток я вас очень прошу объяснить этот феномен комментариях почему на роме который выдержан не менее шести лет написано что он не выдержан это опечатка или это какая-то тонкость законодательства огромное спасибо за правильный и корректный ответ корректно я имею ввиду без оскорблений ведущих до этой программы до ам производитель да и производить для просто ну и импортер мнение профессионально без наездов но двумя эльдорадо 21 спешил резерв демирара написано что он выращен в сделан из выращенного это из сосняка выращенного на плодородных почвах долины реки демирара в гайяне река в гайяне латинская америка да то что он не выдержан или выдержан здесь вообще ничего не сказано вот видите такой кривой законодательства по ромам международное что можно и выдержанный не выдержанный не выдержит ну про демирару да я знаю это отдельная категория ромов у нас с вами сегодня как минимум два таких будет ароматика потрясающе второй и последний это оба даже не знаю какая лучше ну вот это шестой попробуйте здесь чувствуется больше спиртуозность в сравнении с первым образцом вот когда я к носу подношу чуть-чуть бьет даже из такого профессионального это таких тонко чувствующих людей как некоторым нравится в мнении некоторым нравится пожестче да мне приятную ароматик правда приятно она более простая за копы у ароматика у закапы было интересней здесь он тоже хороший но она другая я могу резкая вообще у демирары свой стиль и я чуть-чуть разбираюсь вот в гаянских ромах демирара то есть там испокон веку вот один винокурни всегда строились на берегах рек и вот в гаяне вот это вот река демирары там стоя стояли винокурни испокон веку от пиратских этих времен и это они знаете что я вам скажу они сформировали отдельную категорию ромов вот ром и демирара то есть профессионалы и знатоки выделяют демирара ром как в отдельную категорию у нас сегодня два рома будет минимум сейчас демирара это именно гадяна где-то еще течет название реки как москварик она течет по каким странам только по в гаяне только в гаяне парни в цену назовуешь и сколько стоит ну она стоит эта бутылочка 16000 а ну то есть она на 2000 дешевле что но он абсолютно другой он тоже приятный сладость чувствуется да ты уже попробовал до карамелька такая приятно то сказать ну ну тостой я предлагаю поднято за вновь появившийся человеком яна мы уже пили это потому что давайте еще раз в мире у него будет не брагин фамилию не будет сложная французская корейская корейская то подожди ты говорил что дочь во францию нет она уехала в южную корею перед пандемией и там ну давай уже говорить корейскую фамилию что это там это там матерные совсем там все очень сложно хорошо мы будем конкурс устраивать кто угадает корейскую фамилию получит приз нет не будем хорошо я замечательно корейского за ягна да хотя если муж не будет против то почему мне дать русскую фамилию брагин если брагин можно я расскажу вас на одежда это видео мнение я уже сказал вкус интересный безусловно но он рисковат все-таки моем понимании выдержанные вещи должны быть более насыщенными более мягкими да вот по исследованиям английских ученых британских британских ученых да вот 10 процентов потребителей ну там цифра колеблется от категории к категории им нравится вот чтобы вот чувствовалась вот эта сила мощь то есть мужественность вот такая вот вот здесь вот она присутствует то есть он если вот это вот как такая невинная девочка то вот это вот как такой как такая зрелая опытная дама вот я бы так скажу просто не будет такого железкого вкуса соответственно ромов более дешевых и менее выдержанных нет или вкусы у людей очень разные и тут ценник является молчаливым продавцом то есть вот люди голосуют рублем за вот цены у нас сопоставимые да здесь две тысячи разницы но разные поэтому то и производители выпускают много премиальных ромов чтобы люди голосовали рублем то есть здесь ну эти две тысячи они растворяются да в общей цене вот он другой это другой стиль это другой стиль это стиль но я в нем дамирару не очень узнаю скажем так то есть это известный очень дом известный производитель вот но вот ту стилистику дамирары которые я знаю она так вот ли но слегка угадывается только в нём знаешь просто мяк раз мой любимый ром это эльдорадо 15 лет вот и мне думать ну как у кого-то 21 до садения жена вкус 15-летнего он другой естественно может быть да вполне может быть то есть в принципе это не рекламентировано то есть 21 год и вообще ну выдержка если цифра к написано это но обычно считают положено считать по младшему спирту по-моему в ромах не так в ромах не буду врать искать не знают а нам нужен другой специалист то есть я не специалист по ромам как я уже сказал я специально я жили но я люблю ромы тут очень мало информативные теги ну почему рома эльдорадо 21 год то есть тот 6 и 21 то есть как бы он должен нет нет здесь совершенно не 6 тут гораздо больше выдержка просто так классифицировано что минимум x от 6 лет я хотел бы отмечу алкоголя здесь 43 то есть там было 40 здесь 43 но с точки зрения подарочности да я бы сказал что конечно то бутылочка тоже стоит на две тысячи дороже она выглядит премиальный и ну когда вкус у него мне кажется более такой элегант кстати да вот я скажу очень умную вещь который не говорил на твоих роликах на других впереди планеты всей то есть ну мы знаем да мы выяснили в игре с тобой во многих роликах что люди пьют упаковку то есть мужчина любят глазами и выбирает как бутылку которая соответствует его и там в бутылках вы даже не представляете сколько всего зашифровано вот видите здесь как ожерелье такое на шею как вот у дыре древние что-то у египетских этих дорого цвет old gold вот этот старый золото монтирован да бутылка круглая она читает что более уютный такой более комфортная в общем там в любой пробка не про непростой формы так сказать тоже там вес пробки играет роль в общем если копать глубоко то в каждой бутылке очень много зашифрован но впереди планеты всей чтобы вы знали это зачем идут люди которые делают упаковки для алкоголя идут парфюмеры вот самые продвинутые упаковки обратите внимание а то есть флакон духов зелен да ну я имею ввиду что производитель вот этих флаконов которые вы сейчас видите они на 10 лет опережают производителей потому что жидкость парфюм сам все же будут там подарки покупать парфюмы вот он ничего не стоит то есть там спирт и отдушки то есть там цена 3 копейки и поэтому все вкладываются вот во внешнюю упаковку вторую упаковку во флакон и так далее вот в производитель алкоголя они отстают потому что у них себестоимость жидкости гораздо выше вот но тут ты прав я с тобой соглашусь с точки зрения выбирая так сказать такую или такую но они еще в коробках были извиняюсь мы коробки убрали сейчас коробки там тоже нарядные по здесь конечно крупная корпорация большая компания то есть эти выигрывают безусловно ну я должен человек перед гостями достанет да ну сам сами сравните да вот это вот и вот это вот то есть тут ребята сэкономили на пробки да то есть обычная пробка куколы вы все и вот вся примерно есть необычная пробка тут пробка синхронизирована с этой бляну я понимаю два синих пятна она блекловато выглядит но по крайней мере на фото сравни вот рядом вот это это же готовая дверная ручка от кабинета начальника посмотреть просто снимаешь пробивай к двери обычный да и она уже кажется ну вот уважаемые зрители у вас есть используя способ использования пробки но для того чтобы тебе пять копеек во первых с точки зрения наливания это крайне неудобно но это хотя бутылки есть другое преимущество она уже будет полностью опорожнена шикарного можно поместить в тазик с водой подержать два-три дня все это отклипнет отсюда это будет просто графин это не надо закапку должна ром у вас просто дома будет находиться шикарный графин но я должен разочаровать это вот это вот не отмоется никогда это отмывается уже есть опыт уже есть опыт конечно да и потом туда заливается другой напиток смогу например да и получается элитный в шикарном графине движемся дальше третий матусалем да кто читает уважаемый знак хорошо читает игорь игорь читает почти без ошибок матусалем матусалем гран-резерва солера тоже 23 года умягченная вода рома выдержанный дистиллят краситель но состав везде одинаковые изготовитель аутолиста хуан пабло ябакао монтеплата доминиканской республики вот алкоголя здесь 40 процентов вот собственно все что вам нужно знать об этом попробую аромат игоря я думаю ты его знаешь о методе солера когда из одной бочки или в третью это очень интересный прогрессивный метод который сейчас очень многие производители даже джина используют для выдержки джина ты карточный домик себе представляешь вот когда карты стоят одна на другой а вот теперь так же стоят бочки и а теперь представь что они соединены и вот верхнюю бочку да наливается соответственно ром и он со временем да он при помощи системы хитрых трубок да насколько я понимаю он переливается в эти в другие ведущий ряд потом следующий следующий как поступательная такая выдержка то есть верхние потом доливают каким-то свежим из них них наливают но там все время вот этот идет процесс вот примерно так ничего не было бочки соединены как система сообщающих сосудов то есть вверху течет вниз под силой притяжения земли и идет выдержка постепенное созревание в разных уровнях . но он сейчас модный такой вот по системе солера то есть это развитие индустрии ну что-то мне кажется сколько ты оба не помню сколько стоит что-то не такая прям приятный аромат что мне кажется вы про все прочитали кроме крепости 40 я сказал 40 до иначе я прослушал извиняюсь точно 40 40 не спи на урок 40 40 40 там сзади написано спереди написано справа нижним углом сзади написано 40 градусов суть обмануть нет нет просто я говорю сделал глоток и на чеша решила проверить не ошибся ли я не сказал крик для полноты картинам можно зайти на декантор точка ру и посмотри сколько он стоит можно на воин стайл зайти или ван стайл да совершенно можно на сигар прозой слушай сигар проводник и сам адекватные цены сигар про но это вообще лучше так нельзя говорить это галерея градусов это один из лучших если не лучшие алкогольный магазин в этой стране то есть такого выбора как короче я к ним пришел у них там не скаля было видов 25 так мы вырезаем от кусок тяжелую этот наш клиент розницу да 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 вот одного рома дорогого они там продают как сеть супермаркетов крупный сам это же они классно них еще кстати табак всякие разные сигары там я помню в пандемию заказывал надо привезли потому что табак слава богу можно ваня стал подсказывать что он стоит 7400 рублей ну значит средняя цена где-то 8 9 хотя как вот руслан то есть получается выдержка даже больше чем у а закапа стоит в т-р раз дешевле тут есть нюанс что выдержка алкоголя не всегда пропорционально цене и качество то есть там куча других трудозатрат и куча других издержек и так далее поэтому и вообще выдержка алкоголя в бочках не является единственным возможным способом облагораживания вкуса напитков то есть они решили выдержать ну чё на два года побольше чем предыдущие а в чем почему стоит дешевле так сильно ценовое позиционирование то есть скидки сила бренда тут миллиона причин то есть смотрите я вам говорю ценник это обычный маркетинговый инструмент не более того вот вы чё думаете вот семерка бмв по себестоимости она вот столько стоит нет конечно вот так и ломучий отстой к тому же вот или костюм и получается твой ром за 200 тысяч он здесь я не знаю ждут вас сюрпризом за счет эксклюзивности мы давайте пробуем третий образец его давайте двигаться структурная и согласен я предлагаю на сервис выпить все-таки за николая потому что за хозяина дома во-первых за хозяина да потом наверняка у тебя в этом году было немало побед поприще были дам были за твои победы и чтобы их было еще больше давайте да еще чтобы я была еще больше счастливых клиентов которые остались на свободе за финансовую стабильность компания не мобилизованных клиентов а это тоже но если будет мобилизовано их не будет твите другой стиль опять скажи больше если меня мобилизует наши дюкассы тоже там закончится будет тяжело проводить из окопов под херсоном уже я и я тебя собственно ручно вынесу из ванкомата и спасу но интересно ром мне понравилось мне кажется он более водянистый вкус приятный мне наоборот показан более такой мужественный в нем спиртозность чувствуется больше чем у других но она не портит его то есть он вот такой я называю стиль мужественный по сравнению с предыдущим если вот это прям совсем закопа сама мягкая да она легкая мягкая а вот это вот он такой с характером я бы сказал вот так вот это же здесь и сигары и чернослив 7000 а тот 18 друзья моё мнение таково что если вам удалось собрать на подарок начальнику всего 7000 и вы купите вот этот матусалем то в принципе дизайн бутылки хорошие цифры 2 мая коробка красивая коробка красивая цифра 20 впечатляет вот и вкус вполне достойная ароматика тоже вот но как по мне я до сих пор сохраняю мнение что первая бутылка это было прям вот вообще лучше он более конъюнктурные скажем так вот эти два они более характерные каждый по-своему поэтому я бы не выделял бы я вот то что попробовал вот пока три мы половину мы на середине пути как бы они одного уровня только с разными характерами то есть я бы не выделял здесь нельзя сказать как по более массово по самому вкусу да она очевидно понравится большему количеству это специально доделают фокус-группы и для потребителей ну как бы важен вкус то есть она должна быть селер должен нравиться всем вот и вот сегодняшние вот теперешней дегустация она подтверждает то что ну вот пока вот средняя арифметическая таскать он пока ведет движемся дальше да если люди хотят сэкономить деньги купить себе не в подарок то они вполне могут взять вот у соли нет ну кому-то понравится один кому-то другой то есть по ароматике вот мне даже ароматик впечатлило больше она вот была на уровне закапы то есть здесь он попроще как вот мы выяснили до ароматик здесь больше каких-то нот таких фруктовых вот сухофруктов вот я больше в нем почувствовать не ароматик симпатич в нем больше это дымность есть мне кажется я дымность не чувствую он более он более спиртуозный но вы знаете вот она он не портит его то есть он создает вот как я сказал такой мужественный стиль так кроме ваниль конечно во всех трех сортах ваниль четвертый образец ром выдержанный реликарио рон доминикана супрема объемная доля этилоспирта 40 процентов срок выдержки ромовых дистиллятов 10 и 15 лет это как два разных смешивать это две бочки ну вернее две партии смешали получилось но считается здесь не по младшему возрасту а просто указывается что такое как в роме определяет срок выдержки есть получается там происходит смешение верхних бочек с молодыми спиртами они знаете что слышите они могут их потом буду выдерживать в одной бочке там женить там сколько-то лет еще то есть поэтому тут на здесь вообще вот в ромах запомните все идет на совести производителя вот что-то вам напишет вот верьте в то что вот игорь сейчас вам читает верьте стоит это 8350 рублей бутылка тяжеленькая такая тяжеленькая но просто мы еще не выпили давайте выпьем все в наших руках так чего у нас с ароматикой то она мне нравится тоже хоть резкая она как у предыдущего образца он более спиртуозный но она тоже пока вот по ароматике не помню мне конечно она более слабая у тебя другой бокал то есть надо тогда было но на сравнивать из этих двух ну дай мне вот дай мне тот же ромбут который вот мы сейчас пьем четвертый похоже ну вот теперь сравни с этим вот это сильнее я бы не сказал они у нас кстати достаточно постояли подышали мы вот пока вы разговариваем разговоры он у нас тоже отдыхает и неужели я более чувствительны чем руслан никогда бы не подумал ну ладно неважно ты великолепный дегустатор и спец подымным виски суперспец по сталискому по халявному не пускал ну за что мы выпьем уже вам никто не мешает этот красивый тост у вас же был конкурс и свои такой резкости аромату он очень мягкий да здесь идет некий диссонанс между вот такой более мужественным ароматом и такой более мягкостью вы тоже уже попробовал давай попробуйте обсудим ну я бы не сказал что мне нравится он простоват но ртуозный но не неплохто же он на уровне вот теперь уже четырех предыдущих не знаю я бы его не рекомендую вот тут что-то мне в нем не нравится что-то с ними так вот мне учета дуба мне он многовато да согласен в нем дубовые нотки присутствуют это может быть свидетельствует о новых молодых бочках как один из вариантов объяснения ну я не знаю короче если у вас в роду были бобры вам это понравится вот так в принципе я думаю ты уж прям это жестко ну а как кому еще нравится грызть дерево скажи мне ну не до такой степени ну послушаем николай мне потому что мне этот ром понравился так не хотел тебя обидеть извини нет у нас же многополярный мир то есть каждый высказывает ну да я же не знал что это николай понравится нет неплохой ром действительно 1-0 а вот нечего первым говорить все все я больше никогда не буду говорить то есть они вот на одном уровне идут первые четыре но он вот по мне чуть-чуть попроще то есть но цена видите она его делает лучше да то есть он более доступен потребителям и чудесно друзья у меня отличная новость мы наконец дошли до двух ромов а вы досмотрели до двух ромов про которые руслан браген знает все ему слово пятый образец у нас это датский ром альберт генри хрис вот вроде обыватель подумает где ромы и где данные пил немецкий ром да кстати он немецкий по формально по сертификату он в германии потому что под гамбургом находится такой мини-город мини завод где все делают европейские производители делают ромы то есть формально по сертификат он сделан в германии но вы знаете пишется как кроссовки nike в малайзии вы сделаны не в сша в малайзии как бы бмв раньше делались в калининграде вот так и здесь да я про него знаю это бестселлер вот этой компании датской алиберген рихрис 1838 года история очень прикольная у них была аптека он был официальным фармацевтом вот эти острова сан-то-массан-ям и сан-круа были колонии дании сюда не были колонии астровах где остров они сейчас называются американские виргинские острова это к югу от багамских островов в общем где вот эта вся тусовка карибская вот и постепенно его аптека стала алкогольным магазином то что все лекарства были на спирту а это спайс стромы то есть там различные специи добавлены для вкуса то есть все знают что когда не было вот этих химических лекарств то все лечились травами вот и он поднялся вот на вот этих вот то есть люди потом стали как боярышник у нас пить не только травами на спирту ты имеешь специи травы их добавляли в ром чтобы придать но какие-то целебные свойства то есть единственный способ тогда транспортировки целебных веществ в организм человека это был алкоголь поэтому вот и водки исторически были тоже в севере а вода не сможет не может вбивать в стенки желудка вот эти так сильно те целебные вещества которые растворены поэтому вот какие-то отвары это менее эффективно чем какие-то настойки на спирту вот которые и микстуры которые вот мы с вами покупаем в аптеках до сих пор вот то есть спирт является транспортером целебных веществ то есть он через стенки желудка проникает в кровь и часть вот этих целебных веществ доходит до больных органов ну или какой-то хвори да а скажи мне о мудрейший вот когда я например в том же и гермейстер до составе находится 56 трав абсолютно целебно кто-нибудь изучал их сочетание и влияние друг на друга и на человека ведь каждая из этих компонентов обладает своими свойствами немцы столетиями изучали и вот до изучались и теперь это я чё-то сомневаюсь нет нет есть у всех везде где есть травы но игорь ты взрослый человек везде где есть какие-то травы они какой-то воздействие на человеческий организм оказывают и какие-то специи то есть все об этом мы спрашивали этих там намешаны 56 они не вступают в противоречие друг другу нет там рассчитана вот были даже в на руси такие напитки так сказать типа ерофеич с где тоже вот было там сколько-то там десятков трав и при попадании человеческих организмом какая-то травка срабатывает и хворь уходят а то есть на всякий случай остальные так мимо до кучи нет они тоже какие-то вреда от них точно никакого а какая польза уже зависит от заболевания пациент средства от всех болезней да то есть какая-нибудь травка да подойдет да но вернемся в данью вернее острова сан-томас-сан-яма-сан-круа мне очень важно чтобы зрители не подумали что я предвзято отнесся к предыдущим образцам то есть они все очень высокого уровня и мы пьем сейчас ну очень высококлассные напитки мы одни из немногих сейчас я думаю мы единственные в москве кто сейчас такую дегустацию или даже может в россии проводит то есть вот так такую комбинацию напитков мы единственные кто сейчас пробует вот ничего же мы сидим может стать ничего мы же у нас встреча безголосных дегустации в подборе и в премиальности тех напитков которые у нас есть и в их выдержки то есть такая сквозная дегустация вот ромов категории там 20 плюс это дорогого стоит в общем это короче тоже ром иксо напрашиваются исторические параллели и в 1916 году в разгар первой мировой войны соединенные штаты эти колонии эти острова забрали себе вот они массов были не нужны но они были близок к соединенным штатам чем к дании в общем в результате они сейчас как бы уже не датские вот и как гласит гласят документы и это кстати тема для людей юридического разбирательства по курсу 1916 года сша задолжали дании 20 миллионов долларов 20 миллионов долларов по курсу 1916 года это сейчас какие-то триллионы вот вот такая грустная история но альбергенри хриис они стали ботлерами и на островах карибского бассейна в странах латинской америки покупают самые дорогие самые старые бочки и делают свои вот эти вот спайс-тромы ароматизированные вот этот ром относятся к категории кондитерских ромов давайте пробовать пятый образец а у меня его не пробовали именно этот кондитерский стиль то есть вот сейчас ты сделаешь глоток ты ты сейчас сделаешь глоток и ты поймешь разницу то есть вот чем отличается вот эта категория ромов от при всех предыдущих она вообще пахнет принципиально по-другому о чем и речь кондитерской уже ароматика пошла тут как это и штоллины вот эти здесь какая-то выпечки больше там вот у меня все дуб ваниль карамель какая-то была в предыдущем а вот здесь пошло больше каких-то сухофруктов то есть вот в закапе были сухофрукты вот я почувствовал чернослив и курагу бисквитиком здесь их больше да здесь биками бисквитный кекс какой-то как не достигают специями травами а все-таки это уже ароматизировано получается ну судя по всему да это же ниоткуда не возьмется от бочки то есть если здесь то есть он выбивается из этой категории но он не он по спасть получается да он там не не написано когда спасть хотят показать они пишут спать здесь не написано что он спать давайте сделаем ваш здоровье дорогие друзья и ваши да у нас такая предновогодняя пиратская вечеринка за месяц до нового или даже будь 40 градусов не чувствуется же сироп такой нектар такой но очень-очень сладкий аромат да а вот это вот то что что я говорил то есть по сравнению вот с этим те ромы более сухие но зато здесь больше вот этих вот кондитерских специй тут и эвкалипт и курага чувствуется какая-то вот выпечка то есть он более богатые это как развитие индустрии и пошло это не сейчас придумано это еще там в девятнадцатом веке все пошло хорошо подытожу применительно к подарочной теме которую мы сегодня обсуждаем смотрите если ваш этот начальник или там человек которому вы начальница начальница которую вы дарите бутылку за 14 500 разбирается в ромах их любит то вам нужно самостоятельно решить если вы хотите чтобы это было похоже на привычный ему рома да то тогда берите что-то другое потому что это непривычный вкус для рома но если одариваемый да он искушенный человек вы хотите удивить то тогда конечно это вариант потому что вы ему преподнесете ром со вкусом которого он не пробовал сколько осталось портвай сейчас на данный момент примерно там еще есть есть еще несколько сотен бутылок то есть а то есть это не такая дикая редкость как самороли да я еще хотел добавить очень не такую глубокую мысль на тему того что есть мужчина но мужчины по-разному зарабатывать деньги по-разному их тратит мы с вами это сами по себе знаем так вот есть мужчины очень жадные и вот многие девушки им инкриминирует в том что вот мужчина приходит в магазин себе выберет какой-нибудь престижный дорогой выдержанный напиток вот а девушку дискриминирует как бы вот ну как бы не купить ей своей жене любимой тескать тещей либо сестре либо подруги либо любовницы вот он не курил бутылочку рома хорошего не советское шампанское ну не обязательно он может ей просека взять какой-то недорогой так вот санта секун прелесть вот этого рома пятого образца который мы пробуем альберт генри христи то что он понравится обоим я не говорю что он женственный ну вот я слово женственные прозвучало у меня вот в контексте закапа данное субъективное мнение таскать но он по сравнению с другими согласитесь он такой более мягкий более такой питки больше легкий более новогодние пскал слушай а помнишь мы с тобой дегустиру по у них даже волк это новогодние это другая серия это он закончился его же перед новым годом раскупили крисмас иксо крисмас и больше его не будет не знаю надеюсь будет вот но вот это иксо резерв он такой кондитерский такой уютный приятный в него даже кстати вот на тему охлаждения то что мы говорили вот этих подставочек мне кажется в него было бы любопытно кубик льда добавить и он получился бы такой ну я приятная штука то есть ну такой чешу и вот выпили рома закусили его каким-то вот этим что ли нам да вот замечать или штруделем каверишь нет я в этом же больше что ли будут но он коварный вот из-за этой вот то что в нем в нем 40 градусов как в других но вот сейчас вот можно николай сделать глоточек еще добавить нет просто я хочу одну штуку показать колюши чтобы николай упал по 100 нет нет не годится мы социально ответственно я ему социально ответственною вот можно сделать глоточек и сказать вот в нем как будто бы алкоголя меньше чем вот этих предыдущих сортах внука кликер пьется действительно то есть он обойдут и весь выпал он коварный то есть ты не чувствуешь что вот ты выпьешь 40 градусов то есть его хочется добавлять 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 и в этом коварство вот этого напитка но ну как коварный в хорошем смысле слова я скажу что очень вкусно что он просто вкусный то есть вот его можно сидеть и вот кушать прям вот я жалею тех временах когда у нас был скидка 35 процентов так она осталась да ладно причем по всем тем же промокоды ты хочешь конечно вот эти две бутылки скидка 35 процентов по промокоду браген действует ну тут сейчас отвечаешь да я не знаю у нас пятница 11 ноября ну съемка да выйдет это скорее всего это я про черную пятницу сейчас же все безумные скидки поэтому вот я не видел списка что там подпадает под какие-то безумные скидки вот ну неважно в общем я считаю что даже вот по полочной цене которую мы нашли вот 14000 он вот своих денег стоит и все ромы которые вот мы здесь пробовали вот пять образцов пока они своих денег стоит сто процентов друзья я уточню чтобы не поставлять руслана дело в том что мы снимаем до заранее выйдет это чуть позже да и мы не знаем политики компании до ценовой что будет вот вы попробуйте промокод браген есть сработает пройдет ура отлично если не пройдет не вините в этом руслана потому не владеет пройдет пройдет ты сказал да ну и что тогда так ну и собственно вот эта вишенка на торте за сколько 200 200 тысяч рублей 200 тысяч рублей то есть это дороже моего автомобиля которого джипа 2000 года выпуска гранд чироки виджей 4.0 бензин ты уже я смотрю на авито приладился еще не про я до сих пор езжу да это дорогой ром но тут смотрите это тоже демерара как у нас был второй образец да гаянский тоже гаяна но я извиняюсь его выгнали в 1988 году еще при ссср и всего их 190 бутылок в мире и тут по-английски все но там все правильно вот написано а почему кстати нету этой русской контр-этикетки и почему нет акцизной марки все отклеилось вот пока я вез вот все отклеилось к сожалению это мастер отклеиваться отпарилась она как николаеву рассказывала 50 градусов да он покрепче он покрепче 190 бутылок но это как бы история то есть здесь уже история у самороли все самороли напомню сельвана самороли сейчас владелец компании антонио блеви это все итальянская история все даже рома выдерживается в шотландии то есть он с 1988 года выдерживался в шотландии это придает ему фирменную фишку такой фирменный стиль вот 33 года выдержки еще вот времена ссср он перегоняет в гаяне в гаяне перегнали доставили залили в бочке доставили на заливают бочки это одна бочка 190 бутылок это одна бочка то есть естественно она была там 400 бутылок ну что осталось через 33 года в шотландии да это фирменная фишка очень взял 10 больше 20 он наверно можно это будет другой сорт уже то есть вот он решил сделать это один из дорогих ромов это один из самых дорогих ромов которые можно купить за деньги в российской федерации более того я скажу их осталось там на сегодняшний день там четыре бутылки на складе вот это уже конечно история то есть вот когда виски вот за дни колосса замечательные виски там 30-летние 40-летние тут очень очень креативная этикетка вот обрати внимание это не осьминог это гигантский кальмар посмотри и там один человек в лодке а один в воде вот в общем там у него много очень аллегорий но он там не видно будет будет видно вот у нас лучший оператор не волнуйся в общем здесь хотя есть гленроуз 88 года ну вот вот это ровесники получают ровесники то это 33 года выделено получается выдержки вот как говорится с фоткой как будто моя вот но скажем так это сто процентов подарочная история так сказать я не знаю там к чему и прочь то есть ну вот это вот мы говорили что вот эти все ромы подарочные но это прям такой президентский я бы сказал подарок это ну или губернаторский я прям чувствую что игорь на новый год подарит бутылочку такого рома да ящик бери выше ящик конец но слушай тут же еще важный момент зачем чтобы человек понимал чего ему дарит это человек должен разбираться до человек должен разбираться либо не должен разбираться он просто когда дареному коню в зубы не сможет мне дурить же не могут прилепить его ценник николай обрати внимание пробка на винте вот да бутылочку очень проста этикетка очень проста но и самое важное объяснено 1988 год и даже не скушен че обрати внимание у него самая дешевая пробка из всех но она хитрая пробка она на винте вот винт не пропускает а вот эти все пробковые они пропускают это вот лайфхак доля отсутствует отсутствует там несколько вот этих оборотов то есть нужно делать получается нет это просто его фирменная фишка таскать и кстати если возможно я передам привет франческо и антонио блеви вот что мы дегустируем я по-итальянски плохо говорю вот франческо и антонио передаю привет вот мы пьем ваш редкий ром который всего 12 бутылок было ввезено в российскую федерацию и вот мы пьем из них одну то есть это торжественность придает сегодняшнему мероприятию ну чё за франческо мы пьем за антонио и за франческо тоже давайте бон джорно сеньор антонио бон джорно сеньор участка ты даже лучше миграции белиссимо бенис его но он совсем другой то есть эффекту вот есть такая в винах но вот здесь вот я чувствую знаете что это вы слышали такое ран сего ран сего это вкус и аромат такого вот старого чего-то вот как старого сундука старого шкафа такой вот что-то такое вот старинные старинная мебель вот так пахнет какой-то вот что-то хорошее сравнение лучше сравнить это подходит да ну вы почувствовали вот то что я почувствовал или так не особо как будто служит аршка а я знаю что почувствовал я почувствовал что в отличие от всего останавливающим очень пробовали вот этого напитка достаточно буквально я даже не знаю там вот чуть-чуть вот ты пригубил и у тебя вот прям как ты нам первый до сказал что у него послевкусие нету послевкусие да а здесь вот буквально капельку ты пробуешь и у тебя такое послевкусие то есть принципе закупить эту бутылку мне когда можно год или она может стоять вообще открыты она может иску почти сколько угодно год два-три она точно на такой пробке просто и воля обрати внимание вот все бутылки прозрачные ну кроме вот это на чуть затонированная а то как вот помнишь старые времена коньяки были она темная то есть чтобы ультрафиолет там солнечный свет или просто дневной света или просто вы загрузили на счет как будто бы высокому сока может простоять но это же как пока не крепко 50 градусов не 10 лет там будет идти потеря алкоголя все равно таскать даже нет пробка-то винтовая не забывай но нашли порно меньше пропускает чем это назовем так друзья я скажу так что если вдруг вы вот это купите себе или собираюсь дарить лет она просто нет я думаю что в комплекте нужно дарить еще очень маленькую рюмочку вот я не знаю делают ли сейчас мелкие рюмки да но иногда в антикварных магазинах можно эти старые старые рюмки мухи мухи вот маленькие такие мухи да потому что вот его достаточно буквально там не за пол чайной ложки в общем короче вот это антиквариат как мы с вами пьем то есть вот все что уже за 30 лет зашкаливает мне кажется это уже я тебе так алкогольный антиквариат нет почему хотя у ром выдержанной трассе стоит значительно дешевле чем виски такой же будешь я думаю что это потому что конъюнктура вот это кстати очень профессиональный и мудрый вопрос то есть доля ангелов ну вот например этот ром выдержанным в шотландии да ну его пардон 195 бутылок всего в мире это на восемь миллиардов землян вот такой раз стоило 2 внутри текущих ценах ну в рублях да кстати вот их сам совершенная серия family cask да совершенно верно то есть виски такой же выдержки это связано может быть конъюнктурой но это не связано с себестоимостью жидкости точно нью-мейка да это не связано себестоимость нью-мейк это связано с опять же говорю ценник это маркетинговый инструмент то есть вот они решили что вот то есть в принципе такие вот а напитки вот например 19 века вот коньяк я рассказывал игорю я когда был 20 лет назад менеджером курвазье меня угощали коньяком 1860 какого-то года до филоксерным в лондоне можно выпить я даже но это нельзя конечно говорить но я из одного бара в лондоне украл меню я его так вот заткнул за брюки и футболку сверху и вышел так вот кожаное меню почему я его украл это было давно лет 20 назад даже 25 назад не имею потому что там имеет преступление ну они еще напечатают богатый бар дома по 25 миллилитров и там цены были три с половиной тысяч фунтов за 25 грамм пять с половиной тысяч фунтов за 50 грамм есть такие за 25 грамм то есть это цены 25 лет назад были тогда а сейчас сейчас это уже 10 сейчас уже 10 тысяч фунтов это будет стоить вот 15 тогда есть такие дорогие напитки есть такие люди вот он продал адвокатскую контору например выгодно или какой-нибудь сеть супермаркетов или яхт-клуб какой-то он продал или гольф-клуб потом пришел ему хочется красиво посидеть и он берет этот ром или виски или коньяк вот за там 10 тысяч я вечер пробивает сеть супермаркетов вот и потом ему есть что вспомнить и что внукам рассказать что вот я вот пила ром или там я пил коньяк вот еще там да да поэтому я вам ничего не с времен наполеон 3 какой-то времен франко-прусской войны там вот поэтому все имеет свою цену здесь можно спорить сколько угодно но вот такая цена назначена и вот за такие деньги вот 8 бутылок за месяц продавать друзья я так скажу у меня конечно таких денег нет но по моему опыту да когда на разных презентациях дегустациях до меня угощали каким тоже дорогущими напитками я в большинстве случаев не мог понять почему это стоит столько денег но здесь мне кажется да что если вы эти деньги потратили то удовольствие вы от этого получите если пить именно вот этими порциями как я сказал на несколько лет и разделить это на несколько лет? И разделить это с лучшими друзьями? Разделить это с лучшими друзьями, с близкими? Или с важными гостями. В принципе, наверно, получится не дико дорого. Конечно, я даже не представляю сколько ящиков обычного рома можно купить на эти деньги, но такого удовольствия не будет, вот абсолютно не знаю. Игорь, ты смотри, эта история... Смотри на автомобили, вот есть автомобиль за миллион рублей, и там за пятьдесят миллионов рублей есть автомобиль, то же самое с напитками, то же самое с ботинками, то же самое с костюмами, с мебелью, с чем угодно, вот любой продукт возьми, и есть лучшие производители, которые делают более качественно, алкоголь не исключение, тут можно спорить, то есть вроде бы это жидкость, здесь бутылка 0,7, 210 тысяч, это сколько у нас, 3,5 тысячи долларов, или сколько там, вот, то есть за 3 тысячи долларов, то есть сколько людей, ввезено было 12 бутылок в Российскую Федерацию, то есть мы сейчас отвлеклись от темы, но это, я думаю, зрителям вот наши рассуждения вот эти будут важны, то есть кто-то там будет крутить пальцем у виска и говорить, так сказать, ну они там совсем долбанули, значит, ну за такие напитки, за такие деньги покупать такие напитки, но другой скажет, а что, вполне нормально, то есть вот важные события, там, я не знаю, свадьба дочери, или там какой-то юбилей, или там что-то вот важное, вы видите, алкоголь сопровождает все самые значимые события в жизни человека, человек родился, она еще в роддоме, мужик уже пьет, ну, как правило, вот, день рождения, люди пьют, человек умер, опять пьют, то есть вот, и в разность, разные уровни вот эти важные события бывают в жизни человека, поэтому я вполне допускаю, что есть такие люди, мне этот ром тоже, ну, скажем, недоступен, вот, но, вернее, доступен, мы его с вами можем попробовать сейчас, имеем возможность такую уникальную попробовать, но все имеет свою цену, так же, как и виски за миллионы рублей, которые вот тоже можно купить, то есть цена придает, ну, в глазах, это по исследованиям тоже, ценник высокий, он придает дополнительные свойства в глазах потребителя этому продукту, то есть человеку психологии свойственно приписывать дополнительные качества, когда человек еще вот так вот, вот как ты сказал, да, виски тоже, там, 88-го года, и человек такой сидит и думает, господи, где же я был-то в 88-м году-то, и он начинает вспоминать, то есть, что он делал в 88-м году. Я на четвертом курсе института был авиационного. Я в армии. Вот, поэтому это жидкая история, почему называют напитки такие вот ультравыдержанные, ультра старые алкогольным антиквариатом, то есть антиквариат он дорого стоит, и этот алкогольный антиквариат. Николай, в 88-м году ты где был? В Куле. Я был в втором классе. Отлично. А я в армии. Хорошо, теперь давайте уже подытожим. Руслан, мы не спрашиваем твое мнение об этих ромах. Да, я вне конкурса. Какое из этих четырех тебе понравилось больше всего? Повторю, вот я так, как ты, не могу. Они все очень достойные, каждый по-своему. Это как вот ты спрашиваешь, ну вот, какая девушка красивее. То есть у тебя свои предпочтения, у меня свои. Они все хорошие. То есть это очень высокий уровень дорогих подарочных выдержанных ромов. А тема нашего сегодняшнего заседания – это выдержанные ромы. Они все прекрасные. Я бы, скорее бы, описал ситуацию употребления. Опиши. Ну, то есть в разных ситуациях, может быть, разный ром, он пришелся бы по душе лучше. Ну, согласен. Но самый конъюнктурный, скажем так, самый конъюнктурный, если мы не берем последние два образца, самый конъюнктурный получается закап. То есть он понравится большинству, и это такой safe choice, как выражаются англоговорящие. Вот эти ромы-три, они более характерные, по-моему. То есть в них тоже чувствуются и сухофрукты, и какие-то ноты кожи, и табака, вот я почувствовал. Они все хорошие. Вот эти два, они чуть более, ну, такие жестковатые и простоватые. Вот этот вот мне зашел, как бы, он с таким ярким характером, субъективно мне. Он понравился, ну, может быть, я бы поделил первые два места между вот этими двумя продуктами. Но каждый по-своему хорош. Я с твоим выбором согласен, а раз уж ты заговорил про девушек, то я тут процитирую своего сына Мишу, которого я 18 лет, ну, я дождался, скажем, ступни до 18 лет, и спросил, Миша, тебе кто больше нравится, блондинки или брюнетки? Миша не меня представляет, как на идиота. Сказал, пап, ну, как я тебе могу сказать, блондинки или брюнетки? А вдруг именно в этот момент из-за поворота выйдет невероятной красоты пышная рыжая девушка? Вот ответ, понимаешь? Ему нравится пышная. А мне анекдот вспомнился. То, что он в этом ответе, да, ему нравятся пышные. Пышные рыжие девушки. Ты начал рассказывать, мне анекдот вспомнился, не знаю почему, потому что у нас сегодня веселая ромовая вечеринка, наверное. И пиратское видео. Вечеринка программистов. Пиратское видео, пиратское видео, пиратоперетропы, да. Тебе кто больше нравится, блондинки или брюнетки? Мне сиськи нравятся. Он говорит, ну, все-таки, какого цвета волосы? Я не люблю, когда на сиськах волосы. Ну, вот так и здесь тоже. Ну, такой глупый анекдот, так сказать, такой армейский армейский. Да, и завершает наш выпуск, конечно, мнение спонсора. Николай, что больше всего понравилось тебе? Ты знаешь, я соглашусь с мнением Руслана. Да, закап – это действительно такой вот популярный напиток. Безусловно, дорогой, потому что он качественный, он выдержанный. Но вкус такой, знаешь, вот вкусный, хороший, приятный. Очень ароматный, фруктовый и, главное, нейтральный. То есть в нем нет ничего такого, что могло бы кого-то, наверное, отпугнуть. Сказать, что нет, я такие вещи не люблю. Он реально вот рассчитан на масс-маркет. И хотя бы поэтому я закапаю, не люблю. Вот для меня, конечно, закапает сою. Я как-то ее пил. Елю? Несколько лет назад, да. И понял, что это не мой напиток, поэтому… Он по-хорошему конъюнктурный. По-хорошему. Да, да, да. Потому что я могу себе позволить такой напиток, поэтому он мне не прельщает ценой, мне не прельщает там дороговизной. В этом нет для меня никакой притягательности. Поэтому если брать по вкусу, то я бы выбрал либо Эльдорадо 21 год, либо вот фирмной попробованный Реликарио. Первый раз менее разошлись координатные. Именно потому, что он, да, резкий они, более спиртуозные, более такие вот необычные. Характерные, да. Характерные, да. Ну, что ж, друзья, а у вас, может быть, свое мнение? И мне кажется, чтобы вас оставить, ну, наверное, есть смысл пойти в какой-то хороший бар, где все это есть, да, и там попробовать. Если уж вам важно попробовать самостоятельно, прежде чем кому-то делать подарок или делать подарок себе. Очень профессиональный совет, Игорь. Я вот поддерживаю, уважаемые друзья. Идеальный способ найти. Есть ромовые специализированные бары. Ну, в Москве точно, я знаю, один. Такие даже есть в Нижнем Новгороде. И в Нижнем Новгороде есть. То есть придите, потратьте, так сказать, там какую-то сумму денег, зато вы попробуете и свое мнение собственное составить. У вас нет такой возможности, когда вот вам привозят, или кто-то покупает, или дарят. И обычно люди, когда им дарят, они пьют то, что им дарят. Когда они приходят в бар, они пьют обычно два или три из известных им напитков. Да, и никогда не пробуют ничего остального. Да, и в этом ошибка. То есть люди с возрастом становятся консерваторами. И я вас призываю быть новаторами, ничего не бояться, прийти в бар с друзьями и сделать вот так, вот как мы сидим сейчас, сделать такую ромовую пати, так сказать. Заказать выдержанных ромов, может быть, какие-то из тех, которые мы с вами сейчас пробуем, да. И составить свое мнение. Вот так же, как и мы, обсудить только у себя, так сказать, в вашем городе. И мне кажется... Можно я делаю небольшую ремарочку? Я покажу историю, которая произошла с моим очень хорошим другом. Он сейчас командирован в Нижний Новгород. То есть он с понедельника по пятницу, он работает, в выходные возвращается в Москву. И вечера коротает как раз в местных барах. И он там в том числе обнаружил специализированный бар по ромам. Вот он пришел туда, к нему подходит официант, он помогает сделать ему выбор. И предлагает тобой лоцентурию. Он говорит, а почему должен был выбор лоцентурию, спрашивает мой друг. У меня на канале его рекомендовали. Я встану говорю, да, вы знаете, этот ром занял первое место в дегустации Игоря Черского и Николая Фрейтака. Ну, слава бежит впереди. Так что, видишь, как настолько ответственно надо подходить к выбору хорошего напитка. Да, поэтому. Поэтому, дорогие друзья, Руслан Брагин предложил отличный способ сходить в бар попробовать. Но есть и другой способ. Если вы смотрите наш канал уже 2-3 года, или может быть даже 4, и часто замечали, что ваши вкусы совпадают с моим вкусом или со вкусом Николая, то смело можете ориентироваться на наши вкусы. То есть, брать то, что мы попробовали, то, что мы рекомендуем. Хотя наши мнения с Николаем сейчас разошлись. Но самое главное, да, чтобы вы были здоровы, это самое главное, и чтобы вы подписались на канал Николая, потому что он еще интереснее. И в отличие от моего канала, который пытается вас отвлечь от злобы дня, там вся злоба дня просто на вас выливается, но там куча полезных советов, как вообще эту злобу преодолевать. Это крайне важно, крайне нужно. Поэтому на канал Николая подпишитесь обязательно. На этом, я думаю, мы сегодняшнюю пиратскую ромовую встречу завершим. Но я надеюсь, что Руслан Брагин нас еще посидит и порадует нас еще какими-нибудь раритетами, ну, тысяч за 200, 300. Ну, вы можете себя не ограничивать, в принципе. И что мне теперь зрителям сказать? Ну уж скажите. Если я пообещаю, то я должен буду сдержать слово. Ну, ответь расплывшую-то фразу из фильма, он постарается. Мы не будем торопить. Я постараюсь выбить бюджет на эту замечательную дегустацию. Отлично. Вот отличный финал. Просто замечательно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Николая, подписывайтесь на мой канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч. Всем пока. Ура. А я сейчас сделаю то, чего... Вот это, кстати, можно тоже снимать. Вы еще снимаете? Да, да. Следите за движениями. А, слив. Как-то фирменный слив Руслана Брагина. Да, если смешать. Да. А мне все ромы понравились, я об этом сказал. Да, да, да. Это, может, соляра или купажирование уже? Знаешь, как... Авторский купаж называется. Это у тебя называется авторский купаж. А знаешь, как... Эти два я не добавляю, потому что они слишком добиваются. Знаешь, как это называется? Мало того, я вам еще сейчас его капну, и вы оцените. То есть, я должен то же самое сделать, да? Зачем? Вот, пожалуйста. У меня столько... Знаешь, как эта история называется у моего пала? Вот я налил уже готовый купаж, Игорь. Нет, я не буду... Не надо. Нет, не надо. Спасибо. А что ты стесняешься? А у меня свои-то нет. Знаешь, как это называется мой па? Называет мой па? Обожрусь и умру молодым. Ваш здоровье. Ладно, это же не водка с пивом. Это лучше. Вот сейчас я внимательно буду смотреть в глаза Николая. Вот он будет делать глоток, а я буду внимательно смотреть ему в глаза. Я смешал четыре первых. А, четыре первых, да? Да. Что, здесь больше надо определить? Нет. Здесь все одинаково. Я одинаково все пил. Здесь в равных долях. Не знаю, как это может быть. Вот твой рис прекрасный. Его можно только... Я смотрю в глаза Николая. Закапа победила. Он прекрасен. Закапа победила, да. Вкусно же получилось? Ну, вот. Нет. Да. Да. Морально. Если смешать, то есть вот до этого доходят единицы, то есть мужчина очень так, бокс-тинькинг, он так конъюнктурно устроен. Если ему дарят бутылку, он ее открывает и выпивает. Но, если ему дарят пять хороших бутылок, если он смешает эти пять сортов виски, то получится шестой хороший сорт. Вот прекрасный пример. Игорь, я тебе налил. Попробуй вот. Да не буду я пробовать. А что, ты стесняешься? Нет, просто не хочу. Ну, попробуй. Зато я придумал шикарное. Ты меня не уважаешь? Нет, я придумал еще одно шикарное название этому коктелю. Сливки общества. Сливки общества. Ну, попробуй, ну, пожалуйста. Не хочу мне. Ну, пожалуйста. Мне вот рис нравится, я хочу в чистый. Глаза посмотреть, ну, попробуй. Что мне делать? Я Черского. Вот этот исторический кадр. Я Черского уговаривал выпить. Это вот прям достойно кисти Айвазовского картины. Я внимательно смотрю тебе в глаза. Исключительно за твое здоровье. Предлагаю. Вот если бы не за твое здоровье, я бы жизнь не смогу. Авторские коктейли из разных стран. То есть у нас over the world. Ну, он же прекрасен. Испортил песню. Вот это, вот это надо пить отдельно. Вот это вот. Ты же самого притащил. Ну, шестой я не буду. Сейчас я добавил сюда пятый образец. А можно добавить свои пять копеек в завершение? Конечно, больше камеры уже выключены. Добавляйте. Наших посиделок. На самом деле сегодня была уникальная дегустация. Потому что, действительно, мы собрали шикарные, во многом неповторяющиеся, неповторимые напитки. И все это разбавили шикарной беседой с Русланом. Который нам, ну, вот реально добавил некого такого, знаешь, вот, академичности, интеллекта, тонкости, во ощущении вкусов этих замечательных напитков. Я старался. Потом, да, будем Руслана ждать дальше. Конечно. Залатливый парень. Вот ему бы в Москву учиться, понимаешь? Ну, да, на заводе на своем я засиделся. Спасибо. Спасибо вам. Я думаю, что вечер замечательный у нас сегодня. Сегодня получился вечер. Замечательные напитки, замечательные дегустации, замечательные продукты. Особенно мне понравился финальный купаж. Не бойтесь экспериментировать. Метод Брагина. Будьте новаторами, да. Авторский купаж. Да, всем пока. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!